Губернатор Тверской области Игорь Руденя 20 мая с рабочим визитом посетил Калязин. Глава региона принял участие в зарублении Волги, осмотрел план благоустройства набережной и спуска к колокольню Николаевского собора, а также провел встречу с общественностью. Об итогах визита губернатора расскажет наш корреспондент Наталья Чегет. Малёк весом всего полтора грамма быстро уходит под воду. Всего в этот день в акваторию реки в Калязине выпустили около 13 тысяч молодей стерляди. Волга имеет важнейшее рыбохозяйственное значение, поэтому зарубление носит компенсационный характер, так как восстанавливают рыбные запасы региона. В мероприятии по зарублению принял участие губернатор Игорь Руденя, а также школьники и представители Федерального агентства по рыболовству. Всего мы за прошедшие пять лет выпустили более 22,5 миллионов единиц малька, маленьких рыб, которые уже могут самостоятельно, адаптированно развиваться и жить в естественной водной среде. Это достаточно большой показатель, поэтому мы понимаем, что наличие большого количества водных объектов, Иваньковское водохранилище, Московское море, Верхнее Волжье, притоки реки Волги, это все нас обязывает очень внимательно следить за популяцией рыб, за восстановлением наших природных ресурсов. Кроме того, в 2021 году в водоемы Тверской области планируется выпустить более 4,5 миллионов мальков ценных видов рыб. Во время рабочего визита в Калязин губернатор посетил и городскую среднюю школу, где проводится ремонт кровли. Учебный процесс не ведется, он ограничен в этом блоке. 8 мая приступил к работам, заключен договор, и в настоящее время работы ведутся. То есть уже последние дожди, мы избежали их в связи с тем, что очень оперативно они выполняют свои работы. С обережением, потому что они приехали даже раньше, работу начали раньше. Сейчас проведение работ находится на контроле главы региона. Также Игорь Руденя подчеркнул, что все работы должны быть выполнены до 1 сентября. Еще одним пунктом посещения стал детский дом-родничок, где глава региона ознакомился с условиями проживания детей. Сейчас здесь воспитываются 37 ребят. Для их проживания оборудованы 4 группы семейного типа. Одна дошкольная группа. А совсем недавно здесь закончили строительство модульный котельный запуск, который запланирован 1 июня. В этом году у нас уже построена модульная котельная. В том году подведен газ. Это большое достижение. Мы давно этого очень ждем. Много косметического ремонта сделали в этом году. Ну и в этом году планируется у нас банепрачный ремонт капитальный. Однако из-за того, что детский дом расположен в здании, построенном в 1917 году, здесь требуется проведение крупных ремонтных работ. Поэтому по итогам посещения Игорь Руденя поручил Министерству соцзащиты населения разработать проект по ремонту и модернизации учреждения, включая размещение на территории новых объектов, таких как спортзал и бассейн. А вот другой объект, который уже находится на реконструкции, это колокольня Николаевского собора. В перечне работ усиление фундамента и стен, обновление кирпичной кладки, фасадов, стропильной системы, кровли, перекрытия и лестниц. Потому что глядя на колокольню, мне кажется, любому человеку сразу становится понятно, кто он и где он находится. В порядок приведут и спуск колокольни на основном берегу. Эту территорию, а также набережную реки Волги, с которой открывается вид на колокольню. Планируется отремонтировать булыжную мостовую, обустроить пешеходные дорожки и заменить наружное освещение. А на территорию Волги планируется создать туристический квартал, в который войдет и дом купцов Полежаевых. В завершении своего визита губернатор провел встречу с общественностью. Жители района интересовали вопросы, связанные со здравоохранением, газификацией и ремонтом дорог. Прежде всего, первое, это дороги. Те дороги, которые сегодня нуждаются в срочном ремонте, в приведении в нормативное состояние. Дороги между населенными пунктами Калязинского района. Вторая задача – это медицина. Также поручения по газификации все необходимые данные войдут в перечень поручений по итогам поездки в Калязинский район. Подводя итоги рабочей поездки, Игорь Руденя отметил, что Калязинский район обладает богатым историческим наследием и перспективами развития. В муниципалитете при поддержке региона запланировано к реализации проекта в сфере дорожного строительства, культуры, а также здравоохранения. Калязинский район обладает богатым историческим наследием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова